Всё, слушаю, говорите. Игнатий Тихонович, у меня вот такой вопрос, житейский, бытовой. Я сейчас работаю на работе в столярном цеху, мы мебель делаем, монтируем мебель. В общем, всё связано с мебелью, с изготовлением, с установкой. У меня, в принципе, хорошая работа, хорошее начальство, оно мной довольно. Все там знают, что я христианин православный, что я ревностный, что я исполняю заповеди Божии, знаю Слово Божие. Я там всем свидетельствую о Христе, о правде, о суде, о любви Божией. То есть у меня сейчас вот такая работа. И нету как бы препятствия в проповеди, приходят новые люди, я им тоже благовествую о Христе, рассказываю, чтобы знали. Вот, даю визитки. И вот такой вопрос, мне поступило предложение о новой работе. А новая работа, это как бы неизвестность. Но там как бы больше зарплата. И у меня такая мысль, то что раз зарплата больше, значит будет больше и десятины будут больше. То есть я смогу больше жертвовать. Но вот в остальном как бы темное пятно, неизвестность. Вот. И вот, соответственно, я как бы спросил совету Бога, да, вот как мне быть в этой ситуации. Потому что выбор работы, это довольно ответственное такое дело. Многое зависит от этого. И вот как я три местописания зачитаю, которые как бы вот мне на сердце легли по этому вопросу. Вот. А дальше вам слово предоставлю, если позволите. Притча 15.22. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Притча 15.5. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В обилии правды великая сила, а нечестивые искоренятся из земли. И притча 23.22. Слушайся отца твоего, он родил тебя. И не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. И вот я у отца своего по плоти спросил, вот как он относится. Он сказал, что не стоит мне менять работу. Ну, соответственно, у небесного отца я и спросил в молитве тоже. Ну, и вот остался третий отец, вот это отец духовный, который родил благовествованием. Вот ваш совет какой будет? А разница в транспорте где дальше? Дальше вот новая работа, которая неизвестна еще. А вы ее смотрели? В чем она заключается? Да, там тоже ручной такой труд. То есть нужно будет монтировать деревянные такие панели на стены. Вот. Ну, а кто там приглашает вас или как вы узнали-то? Приглашает меня знакомый мой бывший коллега Василий. Он вообще офицер бывший ВДВ. Ну, порядочный человек. Хороший. А разница большая в зарплате? Ну, в два раза примерно. А вот если вы пойдете туда, а там вам не понравится, назад вас уже не возьмут? Могут взять, но отношения, наверное, подпортятся с начальником. Потому что я скрывать-то я не буду. Я ему скажу, как есть. Вот такая ситуация, я вас могу покинуть на время. Но ему, я думаю, это не очень понравится. Потому что они как бы меня там, ну, принимают то, что я тружусь. Они видят, что я в пути лица тружусь. Нигде я не ищажу себя. Ну, душа ваша к чему расположена? Уйти? Ну, душа именно расположена, чтобы больше десятин давать. Я вот так скажу по правде. Ну, а если там не получится, вы еще не всю ту работу знаете, огорчены будете? Да, буду огорчен. Если там не получится. Я не вижу препятствий никаких тут таких у вас есть. А там они знают, что вы верующие православные? На новом месте? Да. Нет, только Василий, который меня зовет туда, он знает. А остальные там новые будут люди, они никто не знают. А вы по-хорошему поройдите туда, когда выберете время, с начальством поговорите. Скажите мою характеристику, вот с такого предприятия, где вы сейчас находитесь, можете взять, то есть открыто. А они могут сделать запрос. У вас какой разряд делается или как, столяры? У нас были разряды, первый разряд, второй до пятого. Нет, я там как помощник столяра, то есть какие-то, ну, простые вещи могу делать или помогать в монтаже. Вот такие вещи. Где-то покрасить что-то, ну, там маслом работать. То есть на прежней работе у тебя профессиональная деятельность увеличивается, лучше делаешься ты, больше узнаешь или там будешь. То есть духовно надо... Да, я думаю, на первой работе больше, потому что, вот на нынешней моей, потому что очень большой круг, вот именно, навыков, очень много разных. И я их все, с каждым днем познаю больше. Да. Вопрос серьезный. Я не знаю, как, в моей жизни было, вот так уж с работы на работу, тогда нельзя было переходить, советская власть. А если пошел, да потерял работу, два дня не устроился, и уже статья, тунеядство. Сейчас все по-другому бы. Ну, тебе, а вам сколько лет? Тридцать три. А семейное положение какое? Не женат я. Так, у вас ничто не удерживает. Если не сейчас, то когда еще? А так вы не пойдете туда, и товарищ этот скажет, вот ты просмотрел, а ты получал бы больше. Вы будете все время смотреть. Ну, согласен, да, но как вы считаете? Ну, на все, в таком воз 33 года тут еще, да. Смотреть надо, не бояться ничего. Тем более не пьете, не курите. Я правильно сказал? Конечно, не пью, не курю. Ну, и перекуром не затягивайтесь. Когда другие курят, то ты, может быть, работаешь. А где у вас в воскресенье не работает, на той, на другой? Нет, я всегда говорю, что я в любой день свободен, кроме воскресенья. Вот в воскресенье хоть чего, я не пойду никуда. Только... Ну, вот видите, у вас препятствий никаких нет, а что не перейдете, вы будете жалеть. А если, допустим, там сильно не заладится, ну никак, там обман какой-то, тогда вы уже будете более спокойны здесь. И начальство вас знает, думаю, оно вас возьмет. Вот. А что оно будет хуже? Да уже через неделю все забудется. А что понятно, что человек, говорит, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Так что с Божьей помощью. Да благословит Господь пойти. Разузнайте все. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. А вот такой тогда момент второй, то, что я вот отца своего, ну, по плоти, тоже его спросил, а он мне дал совет не идти на новую работу. Вот. Но он не верующий человек, вот. Поэтому у меня есть, как бы, тоже сомнения такое. Ну, что же, поблагодарите отца, ему все расскажите, что мы с вами разговаривали здесь. Я узнал, какой возраст, как работаете. И вы все время будете оглядываться на то, когда не были. А у вас будет опыт. Так что практически-то вы ничего не теряете. Но вы-то будете спокойны. И там себя покажете, какой вы есть человек. У вас, тем более, уже будут знать, легко спросить, где вы были, что умеете делать. Все перенимают. Сегодня что они там делают? Разные рисунки. Только никаких волшебников, чтобы не делать. А то картинки такие там, чертиков, да все. И сказать им сразу, что я могу делать только то, что по-религиозному меня не трогает. Нечистую силу рисовать не буду. Там фигуры делать и проще. Заранее обговорить. Ну, а остальное это все так же. По 8 часов. Намного дальше от дома? Да нет, не намного. На 15 минут всего лишь. Ну, смотрите. У вас это все оправдано будет тем, что на душе будет спокойствие. И никогда не будете жалеть. И отцову пожелание-то. Он тоже заботится, чтобы вы не потеряли эту работу и там не устроитесь. Тут видишь, как раздваивается все. Но судя по вашему возрасту, по честности, вы там прибьетесь быстро. Лично там нигде только о Христе говорите. Мало того, начальнику скажите, я буду говорить иногда, там, в свободное время меня спрашивают. Я не скрываю, что я верующий. Начальство прямо крепко предупредите. Стоя верующие. Если большие религиозные праздники попадают где-то, я могу подмениться или как? Так. Бывает так, Рождество в среду попадет или в среди недели. К примеру сказать. А вот, кстати, насчет этого, Игнатий Тихонович, вот двунадесятые праздники, это же тоже выходные у верующих. Нет, это по возможности. По возможности. У первых христиан было только одно, богоявление. То есть крещение. Рождество не спраздновано, ну, не считая Пасхи. Так что тут ничего, вы ничего не потеряете, тем это на работе. Но, если есть такая возможность, старайтесь тогда, ну, этот день... А у вас там две смены работают, в одну? А, в одну? В одну. Ну, вот, значит, надо тоже посмотреть. У меня близкий товарищ был, и он был начальником радиостанции у Рокоссовского. Прошел на передовой всю войну. Потом он узнал об Астонах, протокол эстонских мудрецов, и сказал, ну, и его арестовали, и приговорили к расстрелу. Ну, и сразу к нему, дескать, надо писать ходатайство, что военные, он такое, много сделал. Он говорит, а зачем? Вы меня расстреляете, я со Христом буду. И никак. Но они сами подали 25 лет, 5 ссылка и 5 поражения в правах. 35 лет накрутили. А Сталин, так говорит, скопытился, и он только два года, четыре месяца и отбыл. Вот так. Так что, у Бога всего много. Вот то, что вы вышли, это хорошо. Я буду об этом молиться. Просить Господа, чтобы расположено было начальство, душа ваша успокоилась. И мысль-то у вас добрая, все. Да, Игнатий Тихонович, я еще почему вам позвонил, потому что прям совесть прям вопияла. Что нужно вот всех спросить и вас. Я молюсь каждую ночь под звездным небом, выхожу на улицу. Я сегодня буду ночью вас вспоминать уже. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. И сейчас там всю... Ну, они, Бастрегин, там, главный прокурор Российской Федерации, они там громят эту... А Бастрегин сказал, не дума, говорит, у нас, а дура. Варье одно. И шуайгу, и все там запутанные. Видишь, как он бы сидел. На него уже четыре покушения было. Отрава. По-разному. Все высчитали, арестовали. Мы за него просим молиться все. Это дар Божий. То есть пенсии все это могли бы увеличить. Ну, и жить, конечно, экономно. Посты соблюдать. У нас не так много расход. У вас своего-то огорода нет никакого? Нету я в квартире живу. Ну, вот, тем более. И не секрет, если сколько сейчас получаете? Ну, сейчас где-то 80. Ну, может быть, еще с шабашками. Может, знаете, такое слово. Да, ну да. Ну, вот так вы еще не потеряете. На душе будет спокойно. Я постараюсь вас не забывать. Молиться. А Господь усмотрит. И вы сразу почувствуете это. Тем более я прошу не работы, а воли Божией. То есть это настолько бывает, когда молишься. У меня просят разных стран молиться. Ответ буквально уже на следующий день Бог дает. Богу надо довериться. Господи, я стараюсь этим, что мне ты дашь, распорядиться как положено. Воровать не буду. Десятина пойдет на дело Божие. Вы сразу сказали. А остальное Господь усмотрит. А отца поблагодарите обязательно. Скажи, ваш ответ, но у меня профессионального роста не может тут быть уже. А там у вас сразу должность ваша выше будет. Называется профессионально расти. Скажи, почему так? Вот почему решил я. А остальное Бог усмотрит. Но только уже не жалей. Не жалей, что-то будет не так, как думали мы. Я бы, если так вернуть на прежнее, я свободно пошел бы туда. А если не так? Когда меня с каждой работы гоняли, гоняли. Минимальная пенсия. И что интересно. Вот я с Володей живу. Он как сын духовный. Ухаживает. Все выносит до горшков. И за месяц ему назначили 1300 рублей. За месяц 1300. А он все из снега выкидывает, дрова колет, печь топит. В магазине покупает, обед готовит. 1300 за месяц. Ну явно дело, что насмешка. За месяц. Ну и вот теперь этого Белоусова там взяли. Его звать Андрей Ремович. И он там такой сейчас шорох навел. Там ой-ой-ой. И мы просим всех, чтобы о нем молились. Путин Владимир. Председатель, или как его назвать, с этой Арады-то. Вот. Мишустин Михаил, а этот Андрей Мыха. А теперь дальше Джозефа. Всех поминаем на молитве. О вас по работе будем вспоминать. У вас фамилия-то украинская? Ну, у меня как у Владимира Пащенко. Я думаю, такая же украинская. То есть она... Это Мовороссия у меня есть. Что, Андрей, принято? Я хочу, чтобы вы сейчас помолитесь. Помолимся вместе? Давайте, Игнатий Тихонович. Так, встанем. Если вы согласны, скажите аминь. Боже всемогущий, мы предстали перед твоим святым белищем. Ты знаешь, в чем нуждается брат Андрей. Перемена этой работы. Устрой все и начальствующих расположи, Господи, и сердце его да успокоится, чтобы труд сделал полезным и безопасным. За все твои милости, щедроты, долготерпения мы прославляем тебе, дивный наш Бог, Господь, сотворивший нас. В твоей руке все это, да будет воля твоя явлена перед всеми. Тебе хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если согласен, всегда говори аминь. Ну, все на этом. Еще благодарю вас, Игнатий Тихонович, что время удивило. Когда думаете уходить? Во вторник. Во вторник. Ну, начальству-то все скажите и здесь поблагодарите, чтобы у вас хорошая обстановка была. Ничего не скрывайте. Кротко, смиренно. Когда насмехаются, вас поносят. Не беда. Велика ваша награда на небесах. Это девятое блаженство. Все, отошел, с Богом. Понял, с Богом, Игнатий Тихонович. Храни Господь, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok